По последним данным при обрушении подъезда дома в Магнитогорске погибли 16 человек, в том числе ребенок. Их тела уже извлекли из-под завалов. Такова информация от МЧС. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Работу затрудняют нависающие над местом взрывоконструкции. Ночью их частично удалось демонтировать, для чего поиски приостановились. Также спасатели обследовали остальные подъезды дома диагностическим комплексом Струна. А он используется для оценки устойчивости зданий после взрывов или землетрясений. Результаты показали, что весь дом, за исключением разрушенной части, пригоден для проживания. Работы на месте завалов продолжаются. Они продолжались всю ночь. Работали спасатели в том же режиме. То есть 2 часа работы, 4 часа отдыха, по сменам, 3 смены. Соответственно, производились работы как внизу по разбору завалов, так и наверху. Убирали нависающие конструкции. Соответственно, работа внизу на это время прекращалась. Работы будут примерно в этом же режиме продолжаться. Работа, безусловно, ведется с соблюдением всех требований безопасности. Но, как вы понимаете, здесь предугадать что-либо достаточно сложно. Несмотря на то, что работают специалисты, они пытаются прогнозировать, что и как будет происходить. Как будет происходить обрушение. Какова будет траектория падения в этих нависающих конструкциях. Но все предугадать, как вы понимаете, невозможно. Сегодня в Челябинской области траур. Государственные флаги и флаги региона приспущены. Развлекательные мероприятия и телепередачи рекомендовано отменить. Также в городе погасили праздничную иллюминацию. В памяти погибших жителей в Магнитогорском москвичи приносят цветы. К представительству Челябинской области, которая находится на Славянской площади. Игрушки, записки со словами соболезнования. Оставляют прямо возле дверей здания. Горят поминальные свечи. Редактор субтитров А.Семкин